Творческая студия позитивного мышления и актёрского мастерства Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин «Новогодние мистерии». Он просил показать новогодний стол, а она решила ему сделать такое видеосообщение со своей королевской кровати. Я слегла отдохнуть, думаю, сейчас фильм посмотрю или включу музыку, негромко послушаю что-нибудь, а может быть что-то позитивное, а потом думаю, надо написать ответ Глебу, я так быстренько посмотрела, там было два сообщения по поводу того, что он ждёт. Нет, ну правда он мне послал, вчера я ему, как я сказала уже на моём видео, 1700 рублей в подарок на Новый год, также и 300 рублей, и 40 рублей. В общей сложности получилось 9040 рублей, Глебу, вы мне прислали денег на мою банковскую карточку, это кредитная карточка моя, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин, вот, кредитная карточка на 7000 рублей. Так что вот, такой ответ, как говорится, написали мне сообщение, чтобы я вчера, в общем, ну в принципе, в принципе, да, надо было, конечно, бежать за продуктами, вот. После, там, после оплаты за предыдущий месяц, там оплата, то есть я просрочила, просрочила где-то, после просрочки пару недель или там чуть побольше, они мне выставили счёт по моей этой кредитной карточке заплатить 1200 рублей, обычный платёж у меня по этой кредитной карте 7000 рублей, 600 рублей в месяц я оплачиваю, уже много месяцев, уже больше года, вот. И 300 рублей на мой счёт возвращается, а 300 рублей, как я понимаю, это приблизительно, 300 рублей идёт оплата, если вовремя заплатить, вот, а 8 числа у меня оплата каждого месяца, то это получается банку за кредитную карточку в 7000 рублей 300 рублей оплата, вот, а всё остальное 300 рублей можно тратить по этой же карточке, по моей, вот. Я так много месяцев пользуюсь, вот, а здесь была у меня просроченная, я не заплатила 600 рублей, потом они выставили мне счёт, там, в два раза больше 1200 рублей, вот, а я подумала, что, в принципе, когда будет оплачено 1200 рублей, эти деньги поступят на мою карту, я смогу их тратить, то есть 300 рублей, какой-то небольшой штраф, они возьмутся за, так скажем, за обслуживание, штрафы за просрочку, ну, сейчас давайте, Глеб, с вами посчитаем, то есть, вот, смотрите, моя карточка минус 7000 рублей, вот, и они выставили мне счёт за предыдущий месяц, банков Тинькофф, в 1200 рублей. От вас поступил подарок мне к Новому году на мою карточку 2040 рублей, ещё от другого мужчины 199 рублей. А я, между прочим, этот дебет-кредит весь опубликовала специально для вас, вот, ну, не специально, там, и другие пусть посмотрят, кто интересуется, вот. Просто я сейчас посчитала, что какой процент, если просрочить вообще, сколько они денег взяли вообще на самом деле, по такой карточке 7000 рублей, вот, и получается, смотрите, считаем, 2040 рублей плюс 199, ну, давайте округлим до 200, да, получается 2240 рублей. Поступила она на мой банковский счёт. И после оплаты, так скажем, они тоже, грубо говоря, 800, это 890 рублей, они мне вчера выставили, в общем, средств, доступных по моей карточке. Около 900 рублей, 800 с чем-то рублей, свободных. Всё остальное, они взяли, так скажем, оплату по моей кредитной карточке в 7000 рублей. Это сколько получается? Мы немножко округлим, да, 900 рублей. Это 1240 плюс 100, 1340 рублей. 1340 рублей Бенков Тинькофф взял с меня за прошлый месяц по моей карточке всего лишь в 7000 рублей. И вчера я могла в электронном виде, я пользуюсь моей карточкой в электронном виде, я могла купить продуктов примерно на 800 рублей. Написали, что сделали мне две доставки, но никто мне не звонил. Честно говоря, я бы отказалась, в общем, от икры, в общем, банка икры, в общем, банка икры, примерно так и 100, где-то 600 рублей. Вот. Ну, мне не звонили, как говорят, наверное, поздно, курьеры как-то вот в Новый год и так далее, и сегодня и курьеры не звонили. Если бы они позвонили, я бы для вас записала это. Ну, потом мне написали, что вы отказываетесь, лучше там в магазинчик быстро сбегайте. Ну, и правда, магазинчик 7 шагов здесь быстренько. В принципе, если бы это у меня была еще и пластиковая карта, я бы, конечно, сбегала быстренько огурцов, помидор, бананчиков к Новому году. Вы поняли, да? Чего-нибудь такого вкусненького еще, соевого мяса, или еще яиц бы купила, крабовых палочек, сделала бы крабовый салат себе, ну вот. Вот, сварила бы риск эти, сделала бы яйца вареные, куриное крабовое мясо, майонезик, так что вот. И вчера, вчера я хотела сделать доставку, но уже вчера была поздновато, доставка в Яндекс, вот, Яндекс, как бы вот эта доставка. Мне еще нужно было смотреть, чтобы тот магазин, который доставляет продукты на дом, вот, чтобы они оплату взяли в электронном виде, чтобы я сразу ввела номер моей карточки, вот это вот все ввела, оплату, что сначала оплата по карточке, потом доставка, вот. Вот, у Яндекса, у Яндекс.Хеды как раз такая, в принципе, ну, не получилось сделать вчера доставку на сегодня, вот, хотя я и вчера думала, что в принципе, ну, вы понимаете, да, меня не было, вот, у меня не было плача в интернет, сколько тут, больше полтора месяца в прошлом месяце, у меня не было там, там, в ноябрь, половина октября, ноябрь в интернете. Ну, вот. Интернет у меня по 600 рублей, я сейчас заснимаю моим ноутбуком, это у меня стационарный компьютер, на моем гранд-ресторанте, на моей кухне, вот, их 600 рублей. 600 рублей я по, в общем, как там, оплатить интернет, и сегодня я стала думать, вот, заказать мне продуктов, ну, конечно, вчера я сделала небольшую оплату, ну, вы понимаете, да, я вообще небольшими платежами оплачиваю, возможно, если бы мне, у меня поступили какие-то большие деньги, или какой-то заработок, так что, вот, от моего творчества, от моих видео, заработок, поступили бы большие деньги, я бы сразу заплатила все эти коммунальные платежи. А так я оплачиваю возможными для меня платежами, и электричество здесь за мою квартиру, и коммунальные платежи за мою квартиру, и коммунальные платежи за мой эллинг, я же вам это опубликовала, дебит-кредит. Так же немножко денег на мой телефон, и, конечно, нужно было оплатить интернет. Как это называется? Выход в свет в интернет. Если вас нет в интернете, а где вы? Ну, такая небольшая шутка. Я просто вам объясняю, это вам в видеосообщение. Вам интересно, что я сегодня кушала на мой такой поздний завтрак, как в Париже, а я вам расскажу. Татьяна Салмановна варила овсяную кашечку, кашку, так что вот, овсяную кашку с вареным яйцом, с майонезиком, вареное яйцо, яйцо у меня вчера было сварено, вареные яйца, 5 яиц, так что вот. Так что вареное яйцо с майонезиком куриное, вот, а имитирую, у меня просто еще, знаете, клепала банка имитированной красной икры. В принципе, она такая вкусная, так что вот, немножко имитированы красной икры, в общем, с хлебом, с подсолнечным маслом. А сейчас я буду, потом я еще кушала макарошки, жареные макарошки с гороховым пюре. А сейчас у меня будет гороховый супчик. Вот такие вот дела. Я вас уверяю, если бы я кушала, даже не знаю, если бы я кушала, знаете, вот эту вот черную, красную икру, понимаете, ананасы, мандарины, понимаете, вот эти бананы, омары. Я специально для вас все это засняла, вы хотели посмотреть праздничный стол. Так что, какой-нибудь шикарный торт, тюремесу, писташковое мороженое. Просто и получается. Я вам просто объясняю, я там уже опубликовала, а там вам все можно, все очень четко. Не то, что там что-то такое. Я специально опубликовала 9 кредит. С моей карточки там сразу видно, сколько поступило, понимаете, сколько поступило, сколько потрачено. Вы смотрите, там на моей карточке вот это и осталось где-то 82 рубля. Еще оплатить небольшие счета, немножко денег на мой телефон положить. А так я оплачиваю только мои счета. Это мои коммунальные, коммунальные, как говорится, вот эти платежи за мою квартиру, за мой эйлинг, это мой номер телефона МТС интернет. Это я этим пользуюсь. Это вы мне прислали подарок, ну, чтобы я купила икрепорт, и мы вам объясняем. И, конечно, минимальные платежи, такие небольшие, я плачу, мне нужно было обязательно заплатить. Потому что я в прошлом месяце не оплачивала вот эти платежи. Ну, обычно немножко так я заранее, обратили внимание, заплатила немножко за январь, за февраль, за март, вперед, но небольшими платежами. А это еще о чем говорит? Смотрите, Новый год. Это было примерно в 10 вечера. Ну, кто будет, понимаете, знаете, это специально Татьяна Салмана еще заснимает. Не только для вас, Глеба, в защиту моей чести, моего достоинства, для Приморского суда Санкт-Петербурга. Потому что Татьяна Салмана собирается судиться. Так что вот, если смотрите мой лайф-джорнал, который я заснимала, там вам как-то будет более понятно. Буду защищать мою честь и мою достоинство. Это о чем-то говорит, наверное. Когда ко мне поступил платеж, я увидела платеж 800 рублей, что свободных средств. Я не побежала, понимаете, там в магазин, в принципе. Но, конечно, в общем, если у меня есть баночка имитированной икры, а здесь, понимаете, жизненно необходимо оплатить, понимаете. Коммунальные платежи, хотя бы минимальное жилье, вы поняли, да, электричество. Я уже сидела в холодном эллинге в Петергофе. Вы смотрите мои видео. Это я такая там в шляпе. Это я разговариваю. Это стенинг там вот этого. Со стенингом я разговаривала, с тем электриком Алкомарины. Так что вот. Просто Татьяна Салмановна профессионал, профессионал, как Софи Лорен. Так что практически Софи Лорен. Я заснимаю себя, знаете, такая. Я засняла больше 20 тысяч видео. Такая, знаете, актриса Крисом. Главное, правильно выставить цвет, ракурс. Быть такой Софи Лорен. Заснять себя красиво. Быть такой, знаете, вот этой вот. Мисс Вселенная. Я люблю себя заснимать красиво. Быть такой богатой, шикарной, оргазмической. Меня вдохновляют огромные деньги. Я даже преображаю. Смотрите мою творческую студию. Какие шикарные видео у меня засняты. Когда я впитываю вот эту энергию богатства. Эти, понимаете, инкассаторские машины. Я хочу быть очень богатой. Мечтать почти 50 лет, что заработаешь денег и купишь гранд-отель Европы. Я об этом редко думаю. И как говорили на курсах Норбекова, поправьте корону на голове. Занимайтесь зарядочкой, посылайте улыбку и думайте о большом. О таком большом, о чем вы, в принципе, о большом можете мечтать. Это многие учителя говорят, в принципе. Американские, мотиваторы и так далее. Вот такие вот дела. Это я о чем? Я просто хотела вам, Глеб, написать это, знаете, ответить на ваше сообщение. А потом сейчас стала переключать. Думаю, сейчас я включу интернет, включу фильм. Два год не буду смотреть. А потом думаю, а что? Сейчас я быстренько. Я просто, знаете, сейчас вот... Я уже снимала такое, такие видео. Вот. Я просто, знаете, вот так вот в моей эксклюзивной кровати сейчас отдохнула, еще поспала. Сколько я сегодня спала в общей сложности? Хотите, я вам скажу, сколько в общей сложности я спала? Сегодня часов 9, наверное, я спала. Так что вот, я люблю спать как минимум 10 часов в сутки. Я считаю, что кому-то хватит и 4 часа, а я считаю, что организм должен отдыхать, восстанавливаться и вообще, в общем, быть красивой, спокойной, феерической. Я вообще много-много лет, знаете, поскольку у меня такой образ жизни, что мне не надо там вот это вот куда-то там, я как бы не работаю. Знаете, я работала когда-то в журнале правоведения. Кстати, кто-то у меня спрашивал, расскажите о вас, так у меня заснято столько видео, я тебе столько рассказываю. Так что вот, я закончила 8 классов, 256-я школа, потом я училась в ПТУ, 90-е, на секретаря-машинистку со знанием иностранной машинописи стенографии. Работала в журнале правоведения, машинисткой, училась на вечернем юрфаке, закончила юрфак, вечерний я в 1997 году в Санкт-Петербурге. Была замужем за Перри Максвелом Данске, гражданином Соединенных Штатов Америки. Написала книжку «Тайная психология денег, секреты богатства и процветания». Так что вот, засняла, заснимаю мой Life Journal. Ну, Life Journal я закончила заснимать, у меня теперь творческая студия позитивного мышления, актерского мастерства, больше 20 тысяч видео. Так отвлекаться не будем, Татьяна Саламовна, это вот ответ конкретно. Хотели посмотреть новогодний стол, и я объясняю. И когда сегодня встала такая дилемма, честно говоря, я и сегодня решила продукты заказать, но по этому баджету, знаете, у меня такая система, что, в общем, хотя, знаете, я вчера там выбрала и помидорки, знаете, что я вчера выбрала там, думаю, закажу себе помидорки, а их там по 100 рублей есть. Можно 600 грамм помидор по 100 рублей купить, потом изюмчик у них, очень хороший, знаете, такой черный изюмчик, достаточно такой по 22 рубля или что-то по 20 рублей, где-то на 150 или 100 грамм, он очень вкусный. Потом фиников немножко, думаю, финики там 70 рублей стоят, думаю, фиников, этого изюмчика закажу, вот, помидор, что там еще, думаю, ну, где-то на 700 рублей. Вот, и смотрю, у них есть здоровка, соевое мясо, потом думаю, надо 5 упаковок взять, это вместо здоровой, потому что я кушаю горох, понимаете, что белок питаться, ну, чтобы белок был, да, мясо я не ем, я с удовольствием ела бы омары, лобстер, рыбу, вот, но по баджету покупаю соевое мясо. Вот, вы смотрите, знаете, мой такой гранд-ресторанте, в принципе, очень вкусный салат, если есть огурцы, помидорки, в общем, это, что, вы смотрите, у меня такой фирменный салат, моего гранд-ресторанте, отвариваешь соевое мясо с этими, с макаронами, ну, такие длинненькие лучше макарончики, так, все это, чтобы аль денте было, вот, одну помидорку или две помидорки, ну, помидорка, немножко огурца, такой, в принципе, холодный салат, вот, ну, здесь есть оливочки, немножко оливочек, немножко, может быть, соевого соуса, немножко майонезика, вот, получается очень и вкусно, и полезно, и здесь и соевое мясо, и макарошки, и овощи, понимаете, или огурчик, или помидорка. Так что, вот, я подумала, у них по 50 рублей упаковочка, я такие по 38 вообще, всеми шагами покупала, думаю, 5 упаковок мне нужно взять, вот, и честно говоря, конечно, я не стала у них по икру заказывать, потому что, я посмотрела, у них банка икры стоит 500 рублей, и логически рассуждая, понимаете, банку икры можно купить, когда у тебя, я не знаю, там, ну, понимаете, даже, когда у меня, вот, я продала мое кольцо в скупке, 5000 рублей мне дали, мое такое таиландское кольцо, с таким, знаете, такое, вот, она такими штучками была, такая, с буквой Т, первая буква моего имени, вот, я, конечно, с этими 5000 рублей пошла в пятерочку, конечно, сразу думаю, сразу к огурцам, к помидорам, а потом думаю, нет, надо посмотреть, может быть, всеми шагами еще дешевле будут помидорки, вот, потом, конечно, я туда пошла к имитированной икре красной, смотрю, там, царская икра, я взяла сразу, по-моему, 3 банки, или сколько там, вот, так что вкусные бутерброды, берешь булочку, майонезика, имитированную красную икру, посмотрите мою творческую студию, я там летом и черную икру красную покупала, вон, в моем Белку, у меня здесь тоже, смотрите, там, такой, ну, гранд-ресторанта, это, как-то, если по баджету, и то, я говорю, что это 5000 рублей, я думаю, ну, хорошо, здесь 3 баночки, так, вот, я 5 банок имитированной икры купила, конечно, купила себе немного и бананчиков, и черного винограда, и киви, конечно, и конфетку пила, лимончики-неугомончики, упаковочку, что там еще, хау-во, все это я люблю, ну, так по баджету-побаджету, ну, чтобы себя побаловать, ну, не что побаловать, думаю, 5000 рублей, вот, ну, что там еще, так, из такого, вот, майонезик, конечно, китчуп, горчицу, потому что, ну, к соевому, я вообще, вообще, горчица, она тоже такая, считаю, что полезная, и такие, знаете, вот, макароны с соевым мясом, обязательно, там, немножко горчички добавляю, вкусно, потому что, ну, вот, чего это еще такого вкусненького покупала из этого, что это такое, такое вот это вот, а так, в принципе, я подумала, что, конечно, да, 5000 рублей, но тратить, понимаете, это когда большой заработок, большие деньги, здесь можно, конечно, развернуться, знаете, как я там, при больших деньгах, там, этой влете, посмотрите, в моем видео, я такие закупки сразу на 5000 рублей, всяких там, там, и, в общем, и клубники, и всяких других фруктов, и всего-всего накуплю, и творожок, и, в общем, и торты, знаете, я люблю эти шарлотки клубничные, вот, шарлотку клубничную, вот, а, знаете, терапольские пироги с клубникой, с вишней, вот, а здесь я, конечно, купила себе 8, по 53 рубля, 8 этих упаковок по 2 кило муки, вот, где-то 9 банок подсолнечного, этих бутылок подсолнечного масла, и, тем более, хорошее купила масло, такое-то, слобода, вот, потом гороха, 10 пачек гороха я купила, даже чуть побольше, я, кстати, смотрела, тут, я же была на днях в магазинчике Семишага, там у них уже этого такого крупного, такой колотый остался, вот, я купила, у них очень такой хороший горох, вот, все виды круп купила, я уже рассказывала, смотрите мое видео, потом я купила 5 упаковок соевого мяса, вот это здоровка, 5 упаковок макарон по перчим, 15 рублей, в принципе, хорошие я их кушаю, по 15 рублей, и, в общем, они таки качественные, хрена, горчицы, майонеза, кетчупа, потом из овощей, купила 2 качна капуста, вот, потом там, это сетку картофеля, больше килограмма морковки, там около килограмма свеклы, и, конечно, конечно, шампуни, там, в общей сложности, наверное, больше 7 или 8 шампуней, ну, вот, потому что это тоже очень важный вопрос, огромное количество туалетной бумаги, наверное, ровно в 15 туалетной бумаги, вот, там, прокладки, и мыло, одного мыла я купила, понимаете, вот это земляничное, оно у меня аж клубничное, оно закончилось уже, 2 упаковки по 6 штук, это 12, 12 таких вот этих вот, 12 штук мыла, это я в магазинчике в том купила, как он там называется, вот, и по баджету, потом я взяла такое, просто туалетное мыло по 9,99, тоже очень много, больше 25 кусочков мыла, вы помните, да, в котором я моюсь, конечно, оно немножко так, конечно, это вам не земляничное, даже хоть и не крупочное, хоть и побальже, но, конечно, вот это вот, которое я сейчас пользуюсь, конечно, оно пахнет так, не очень, ну, так нормально, конечно, я моюсь, вот, я ему посуду мою, в общем, столы, в общем, все там по хозяйству, и сама мою, мыла, просто туалетное мыло, потом что там, сахарного песка, 2 упаковки сахарного песка, купила, ну, чтобы все это было, ну, просто объясняю, я, конечно, я, конечно, говорю, что, как там, я хочу, вы знаете, питаться, хочу кушать натуральную, черную, красную, лобстеры, омары, в общем, клубнику, свежую клубнику, чернику, в общем, торт, тормиссу, и вообще, свежие салаты, а вы посмотрите, как я там вам загрузила, самые дорогие, вообще, икра в мире, там, всякие овощи, вот, я люблю вообще по интернету, все такое интересное смотреть, какой-нибудь хороший кофе купить, хорошее молоко, ну, понимаете, для этого должен быть определенный, такой, в общем, для этого должны быть достаточно большие деньги, чтобы так питаться, вы поняли, да? это как бы логически, то есть, логично, правда? Если, например, кто-нибудь мне пришлет, ну, скажем, вот где-то, я сказала, 30 тысяч рублей, я даже чуть больше должна сейчас за мое электричество, там, может быть, 32 или 30, с чем-то там, тысяч рублей, за электричество, я должна мне поедать за эту квартиру, например, если вы мне пришлете 50 тысяч рублей, 50 тысяч, и напишите, Татьяна Салмановна, мы посмотрели, вы загрузили такое видео, там мужчина такой стол новогодний готовит, это стоит 45 тысяч рублей, это новогодний стол, продукты, чтобы купить, ну, мало ли кто так подумает, что увидят, знаете, богатые люди, понимаете, богатые люди, они по-своему думают, зачем им думать о моем электричестве, если я оплачу электричество, могу, знаете, показать платежку, да, я оплатила, а я так поняла, очень интересно им, чтобы они прислали деньги, я купила продукты и показала, что я это купила, и вообще доставку, чтобы я это показала, понимаете, загрузила на мою страницу ВКонтакте, на каналы Ютуба, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин, на русском, на английском языке, там два мои канала Ютуба, больше 7 тысяч видео, на каждом видео я, чтобы это, наверное, было зрелищно, знаете, как это, может быть, у Маклеп, может быть, есть там что-нибудь такое хорошее прорекламировать, может быть, я могу на моих каналах и на моей странице ВКонтакте что-нибудь хорошее прорекламировать, такое позитивное, может, мне кто заплатит какие-нибудь большие деньги за рекламу, только должно быть что-нибудь хорошее, может быть, на рекламе как-то заработать деньги, может, у вас есть какие-то предложения, Татьяна Салмановна, может, вы прорекламируете какие-то товары и услуги заплатите мне за это хорошие деньги это к чему я хочу сказать к тому что если бы кто-то например а богатые люди они своеобразные они вот если увидели они подумали ну хорошо вот пришлю 45000 вот такой новогодний стол пусть она это купит и как-то не знаю там приготовить ну если нет ну примерно такое что-нибудь знаете вот это все это посмотрите снять на видео как ну пойми такой шоу-шоу я просто примерно вам объясняю ситуацию потому что думать какого-нибудь богатому человеку ну да там электричество там вот этого деньги за электричество веселее понимаете продукты чтобы эти и доставку посмотрите видео посмотреть кто интересуется вот есть люди наверно которые так смотрят им интересно понимаете я могу доставку заснять как-то доставили в квартиру это показываете продукты как я готовлю еду вот и же стрима чем уговаривает у тебя салманной тоже знаете как прямых эфир и стримы стримы хотя на салманным актум сайфуди я просто немножко так вот утрирую такую ситуацию предположим и вот понимаете прислали бы 45 тысяч рублей написали бы вот это вот купите продукты новогодний стол и в общем хотим посмотреть продукты и вообще вот эти видео вы поняли да и передо мной стала бы дилемма и вот этот ужас как я сидела в холодном эллинге почти там до три дня еще в общем там четыре дня общем огромное количество там по почти больше восьми дней холодном эллинге сидела там не света холод был ужас понимаете там вот уже когда темнеет в 4 уже темнота холод и темнота гуляла я на улице грелась на улице входила мучить просперуси там были моя кошка просперуси окошки принципе вообще не любит холод стал не волстал не закрытая в общем мы как говорится возвращаться в холодный эллинг холодно темно ложится вот в эту постель понимаете холодную темнота и вообще просто вот этого вам просто не передать туши так что вот почему татьяна салмана двигает себя ближе к олигархам у олигархов таких проблем нету вот к михаил маратчу фридману затем салман стипендиат вместе с мигом маратчу фридман но не надо забывать я же вам показала олега владимировича дерибаска увидели как он там шел на встречу к президенту и там другие кстати это мне заметила что там был михаил фридман почему-то его там не было я была так удивлена я была так удивлена его искала глазами на этом видео я искала его глазами вот его там не было но обратите внимание как он шел богатейшие люди а еще олигархи а советские олигархи которые разбогатели как-то в 90-е тем более знаете как там когда у нас был бандитский петербург и вообще то есть это нужно понимать кстати я тут смотрела я хотела это еще даже записать или вам все показать вот это новое видео с михаил маратча обстоятельства хорошо выглядит он же сказал это он сказал это его были стал снова ничего не перепутать все это нужно записывать а мы сейчас там это вот очень нужно записать сам главный не ошибиться сам сам не ошибиться полный я его слушал он сказал что в общем в россии а у него спрашивали про бизнес и вообще про это все в общем я его а в принципе ничего такое такое его то интервью слушал и особо так ничего это последнее время такое посмотрел сегодня вот это то что загрузила не все посмотрела ну кое-что видео которое загрузила так скажем про олега владимировича дирибаску и вообще про салмана ал-сауда так что и очень интересная послушала вы обратите внимание саудовская аравия очень специфическая страна она не любит критику американцы там критикуют учета там пытались там как-то вот это вот шариат у них понимаешь их свои законы и вообще обратили внимание как было сказано что журналист который критиковал и что-то мать иначе он там говорил про саудовскую аравию чтобы где он там в турецком и в каком-то консульстве был зарублен на куски а я вас предупреждала восточным мужчинам вообще нельзя махать руками а если вы хотите помахать руками понимаете саудовским принцем или сказать что это вы взяли отчество салмановна а это я взяла отчество салмановна и написала это я его взяла отчество и написала сына короля салмановской аразии салман а у сауда кстати глеб вы меня как-то в сообщениях писали что ну я как-то в принципе делал такой анонс что хочу вот продать я продаю кстати глебом эту квартиру эллинг в петергофе квартиру я продаю за 5 миллионов 800 тысяч рублей эллинг в петергофе продаю за 8 миллионов рублей вот и написала что в принципе хочу уехать в саудовскую арабию потом я написала что в принципе это сигналы тела мне говорят что наверное туда скорее всего не поеду вот а в общем на самом деле вы написали что как-то во множественном числе что вы можете мне помочь отправить меня в саудовскую аравию вы видели там анекдот загрузила такой еврейский по поводу самолетов татьяны салманов не таким взором ну да знаете вместе шкаткова волшебства это же новогодние мистерии тела сама давать к новогодним мистериям дом волшебной кошки говорящие немножко юмора 1 за всех ботан посмотри в окно ты хорошо географию изучал это что мы опять круглая вдали ташкент прилетели я же те говорю ты слишком сильно руль повернул и опять ташкент ташкенте прежде приземлились откуда вылетели оттуда и приземлились так что вот а мужчина же говорил вот этот без и шака он и шака продал машину продал жениться хочет а мужчина как раз ташкенте да вам лучше не знать самолет круга ли отдал вот это вот ташкенте приземлился а там этот мужчина без и шака я вам сказала просто это новогодние мистерии хотя сломана просто вам намекнула так что я таким взором видела салвиска аравия там вылетел уже самолет конечно шутит а что такие салманов не надо вы 30 тысяч за электричество я подумал сейчас глеб ты засмотрит такой татьяну салману в этом в кровати эти кинуть мистерии понимаете вот это вот тысяча одна ночь он же мне обещал еще денег на продукты прислать вообще мой кредит может вы оплатите мне всю эту кредитную карточку 7000 рублей вот я о чем хотела сказать эту карточку в 7000 рублей лучше оплатить сразу чтобы у меня не было и уже дебетный пользоваться понимаете что был дебетная карточка обстоятельства грабительские проценты они берут я муж с вами уже посчитали так вот возвращаясь к самолетам то есть если самолеты дал круга ля вылетела я даже не знаю я даже не знаю столицы салдувской аравии тела салмана такая не знает ни слова по вообще по-салдувский араб не знает ни одного слова по местному языку и даже не знает какие там города есть и собирается в общем туда ехать затем салан как обычно в общем ну я думаю что в городов не так много в общем как-то там в общем вот это не надо ладно вот это какая там столица в общем этот самолет эти новогодние мистерии нет а вы хотите чтобы он попал в эту как там бермудский треугольник ушел с радаров до меня до вчера дошло это лучшее вообще на самом деле понимаете чем в бермуды понимаете чем в бермуды вот это вот туда но и все понимаете бермуда потом неизвестно когда он вернется может вернется через 30 лет прилетит а может быть и не прилетит а так круга ляда вылетел туда же и приземлился я посчитала что так лучше это тем самым еще сценарист что сценарий для фильмов агент 007 так что вот этот самолет наверно хотела в этот бурша ляра всем звезд полететь они на нахоте любит агент 007 я просто подумала лучше сценарий написать так потому что если вы летели и все в бермуды попали когда вернуться неизвестные вернуться через 30 лет а так круга ли отдали и откуда вылетели оттуда и прилетели я подумал это вообще такой щадящий режим понимаете вот это вот они на три раза как там три раза полетят на третий раз они наверно поймут что это им подсказывает что лететь не надо но именно вряд ли с первого раза поймут а я на подумаю что кто-то ошибся а на третий раз как приземляться третий раз в откуда вылетели а не знаю сразу подумают что лучше конечно не надо потому что на 4 они могут просто на бермудах задержаться так что вот как поезд я интернетила я очень такое интересное интернетила то что хочется конечно быть как знаете такой писательницы как джоан роулинг или хотя бы к пелевин с этой книжкой в целлофане который отдыхает так что вот хочется быть конечно джоа роулинг сама с мои видео заснимаю богатейшая женщина и вообще почти все ну полу там столько народу знаете там джоан роулинг практически как билл гей в этой в литературной сфере а кто не знает гарри поттера кто не знает что такой компьютер может быть вы книжку не читали сама книжку не читала гарри поттера только немножко там по интернету смотрела но мы представляем кто такой гарри поттер так что вот так что если вы хотите быть спонсором моей творческой студии позитивного мышления актерского мастерства татьяна салманным акту сайфудин цены для вас я опубликовала номер моей кредитной карты бенков тиньков возможно это карточка ближайшее время будет оплачена вот она будет с этим или с номером уже будет 9 вот так что потому что но вы поняли да а представляете сколько денег я могла еще могла бы еще продукты купить давайте посчитаем на мой счет поступила тогда 340 рублей 1700 рублей и еще вот 199 рублей мы с вами уже считали это 2000 2040 рублей 2240 рублей и платеж если бы я банк тинькоффа взял 300 рублей платежи по этой карточке я бы смогла спокойно воспользоваться средствами в размере ну грубо говоря тысяча девятьсот рублей восемьсот из которых я потратила у меня должно остаться в принципе было еще тысяча сто рублей я бы сейчас большим удовольствием заказала в яндекса доставки ищу себе продукт на тысяча сто рублей представляете да это великая наука жизни а теперь давайте представим у кого кредит не 7000 рублей намного больше это какие проценты берет вообще банк за просрочку кстати михаил маратч спридбан я видела у вас господина тинькофф браун интервью вы с ним лично знакомы я видела что тинькофф браун интервью михаил маратч спридбана кто-то мне скажет что вы хотите это бизнес россия когда советский союз россия вошла знаете в бизнес колею раньше были фарцовщики все это было нелегально валюты понимаете торговля валюты и понимаете кто торговал валюты они нам сидели в тюрьме и вообще кто фарцовала там еще что-то там вот это вот все это уголовные преступления раньше были и вдруг занавес открылся открылась свободная торговля кооператива и понимаете вот такая американская жизнь такая вот торговля вы видели что затем салмана там написала про 2 миллиона долларов немножко мата потом 2 миллиона долларов так что я просто поняла за этот месяц прошел то момент когда написал чуть меньше что за 2 миллиона долларов я не стала возиться за 100 миллионов еще возможно свое здоровье дороже а что это бизнес господа кстати желающих не бой за 2 миллиона долларов аварийца я бы я просто уже поняла за 2 миллиона я даже не стала доллар возить 100 миллионов долларов это еще как-то обсуждаем и вопрос так что вы просто имеете ввиду я просто уже знаете как светлана ермакова я тоже знаете живу много лет без плохого настроения я бы сказал это светлана ермакова живет 30 лет без плохого настроения у меня тоже стабильная знаете я высыпаюсь я люблю высыпаться великолепно себя чувствовать наслаждаться жизнью и ложиться спать не уставший а в счастье понимаете я привыкла много лет ложиться спать в хорошем настроении и никак не уставший не то что спать потому что я устала а просто потому что уже 12 вечера за час ночи 12 ночи лечь спать насладиться сном поспать до 11 утра и встать совершенно в шикарном здоровье здоровье в счастье наслаждаться понимаете собой наслаждаться мистерии жизни наслаждаться как говорит джон кеха смотрите там джона кеха радостями небольшими радостями жизни каждодневными понимаете собой о чем-то хорошем подумать посмотреть хороший фильм по возможности купить вкусную еду вкусно покушать ну или как-то так вот по баджету тоже насладиться так что вот что я вчера кушала ну да я вчера наслаждалась сейчас я вам скажу у меня были отварены макарошки отварила макарошек были сварены яйца вареные макарошки я вчера кушала с вареными куриными яйцами с имитированной красной икрой немножко майонезика немножко подсолнечного масла пожарила хлеб с жареным хлебом торта у меня не было но я делала конфетки из песка я вообще знаете сварила такие в общем знаете как там такой как говорят в кино или целый такой белый белый как говорится сделала может быть из сахарного песка такой сахар конфетки с чаем в общем как то вот так вот была очень рада когда поступил платеж 1700 рублей что теперь потому что мне банк тиньков конечно надоело они мне полтора месяца по пять раз на дню звонили и утром и вечером и рожда пол даже до 9 до полдесятого вечера название вали его посмотрите но номер телефона там и на тело кто там смотрит распечатку они мне много-много раз каждый день звонили как бы ну к телефону я иногда подходила пару раз а так я просто знаю что это они звонили просто много раз когда я там брала трубку говорил творческая студия позитивного мышления там просто вешали трубку так что вот возвращаясь в джону кеха к небольшим радостям посмотреть хороший фильм принять душ красиво одеться у меня много красивой одежды коллекционирую мебель мебель мебеля брать внимание у меня дома все коллекция то есть я сейчас вижу коллекционном это по коллекционной кровати это моя коллекция мебели наслаждаюсь красотой люблю красоту по-королевски люблю комфорт красоту люблю выглядеть как мисс вселенная заснимать себя как мисс вселенная быть отдохнувшись здоровой красивой феерической и нести позитив всем с кем я общаюсь не стирались особенно каждого я думала что это американская такая привычка и в америке так желаю быть с позитивом с людьми с позитивом разговаривать о хорошем как-то подбадривать вообще улыбаться о чем-то хорошем говорить в общем как говорится улучшить ну в общем какова как говорится в общем нести хорошее настроение с тем с кем я общаюсь я так живу много лет говорить о хорошем говорить спокойно быть спокойно счастливой позитивным так что вот наслаждаться красоту наслаждаться собой своим здоровьем то что я отдохнувшая здоровая вкусно покушала с удовольствием насладилась из и долго к искусству почитать какую-нибудь позитивную книгу или посмотреть позитивное видео по интернету например джона кеха или какой-то фильм новогодний или к примеру фильма Иван Васильевич меняет профессию уже много-много раз я смотрела многие советские люди много-много раз этот фильм смотрели или Ирония судьбы с львским паром или мой парень-ангел хотя по поводу этого фильма я не знаю насколько он популярен знаете не знаю как-то быть как вы говорите быть как-то в потоке или как-то говорить в общем быть в спокойствии в счастье понимаете знаете быть такой окруженной аурой счастья добра спокойствия я же вам обещала что мы будем с вами читать я читала эту про не всю книжку моментами Роберта Стоуна небесная 911 он так я же вам то опубликовала в видении такая интересная книжка очень интересная в которой Роберт Стоун хочет доказать что ангелы и феи существуют так что вот так что вот с вами я специалист в области позитивной психологии добрая фея из позитивной сказки Татьяна Салмановна Макдув с Саймфуд ну что вам еще сказать такого интересного хорошего сказать что я много лет там мечтала также вот преподавать и писать книги преподавать как Таталья Борисовна Правдина и как как там вот вот быть такой вот как Таталья Борисовна Правдина но на таком большом уровне как Энтони Робинс и с каким то таким в принципе как то я равнялась на Бода Шейфера на его книжку как бы я хотела что все таки да что то как то совместить Таталью Правдину Бода Шейфера и Энтони Робинса и заработать огромные деньги миллионы долларов чтобы это была моя страсть мое увлечение мой бизнес и огромные деньги за мою такую работу и чтобы это была не работа творчество удовольствие такая феерия счастье так что вот и на эти заработанные деньги купить сеть отелей которые приносили бы мне прибыль в частности Гранд Отель Европа в Санкт-Петербурге у меня есть два отеля которые мне нравятся это Завенишин в Венеции Завенишин в Лас-Вегасе и Гранд Отель Европа в Санкт-Петербурге и Гранд Отель Европа в Санкт-Петербурге ну что нужно уже выключать подумал такое небольшое сообщение сделаю небольшое сообщение что там ну все такое в общем или еще что-нибудь такое сказать или вам показать развернуть развернуть показать бэкраунд бэкраунд показать или все-таки буду наверное выключать или бэкраунд показать или себя крупным планом или себя крупным планом ну что как там мой бэкраунд шикарный правда это я заснимаю в моей квартире в моей студии творческой студии позитивного мышления это моя квартира так что вот оттенна с алманным мактом сальфуде это моя квартира будет очень хорошо хорошо она ядеряя